Есть уже подозреваемые и в деле о взрыве на Грушевского во время празднования Дня Независимости. Об этом накануне заявил генпрокурор. По его словам, злоумышленники бросили взрывное устройство в грузовик с военными, но оно отскочило от борта и взорвалось, ранив трех прохожих. Впрочем, преступления до сих пор не квалифицировали. В день ЧП среди силовиков и вовсе возникла путаница с тем, как расценить произошедшее. Разлет в статьях от хулиганства до теракта. Вот краткая хронология. Взрыв прогремел около двух часов дня в центре столицы в правительственном квартале. В это время в двухстах метрах от места происшествия проходили переговоры президента Украины и шефа Пентагона. Для охраны порядка вывели рекордное количество правоохранителей. Шесть тысяч. И хотя глава СБУ предупреждал о готовящихся провокациях, предотвратить их полицейские не смогли. После взрыва на место происшествия сразу же прибыл глава нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБУ Александр Турчинов. Но версии о том, что же произошло, менялись едва ли не каждый час. Изначально в МВД взрыв назвали хулиганством. Спустя два часа в Совете нацбезопасности предположили этот теракт. И уже к вечеру в нацполиции открыли уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Буквально вчера генпрокурор сообщил, произошедшее квалифицируют только к понедельнику. Криминалисты проводят экспертизы взрывного устройства и только потом сделают окончательные выводы. Умышленное убийство это или теракт. Напомню, ответственность за охрану порядка во время празднования Дня независимости была возложена на нацгвардию и нацполицию. Продолжение следует...